В чем человек видит свою радость? Отдохнул, что-то интересное посмотрел, с кем-то поговорил, поделился какими-то новостями, а может быть, получил какое-то удовольствие и говорит, вот у меня радость. Но разве это радость, которая постоянно проходит, которую постоянно нужно подпитывать, постоянно нужно где-то искать? А вот сегодня Богородица говорит нам о настоящей радости, истинной радости, которая не будет отнята ни от одного человека. Радости вашей никто не отнимет у вас, если... Царица Небесная дает нам очень мудрый материнский совет, той радостью, которой возрадовалась она сама. И возрадовался дух мой обозе, спасе моем. Вот если мы вектор нашего радостного чувства будем направлять именно туда, к Богу, к Спасителю нашему, вот тогда и наша душа будет радоваться той радостью, которую никто от нас не сможет отнять. Что бы ты ни купил, оно испортится, состарится, придется менять на новое. Будь то одежда, обувь, машина, какая-нибудь бытовая техника. Сколько радости, когда купил? Только поломалось, куда делась радость? А вот если человек обретает радость в Боге, радость в вере, то эта радость, даже тогда, когда что-то случается в его жизни, не то, что он хотел, наполняет его сердце той радостью, которая не отнимается. Вот этой радости хотелось бы сегодня пожелать всем нам с вами, дорогие братья и сестры, в праздник Успения Божьей Матери. Вот этой радостью мы должны с вами делиться. Это та радость, которая не уменьшается после того, когда ей поделился. Человек, который ломил пол хлебушка, дал другому человеку, уже у него половина осталась. А если ты поделился этой радостью, то этой радости у тебя больше становится. Как те умноженные Господом хлеба. Чем больше раздавались, тем больше питали жаждущих и алчущих. Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется, говорится. Вот поделись своей радостью, не просто, вот мне сегодня радостное, такое купил, такое съел, такое посмотрел. Я сегодня в храме был, я сегодня причащался, я сегодня молитвы слушал, я сегодня с детьми на молебне был, благословение на детей своих получил. И вот этой радостью возрадовалась душа моя. О Спасителе моем, Господе Иисусе Христе, о Котором, дорогие братья и сестры, не надо думать, что люди знают, сегодня люди живут в гаджетах, живут в соцсетях, а Христа при этом не знают, Евангелие не читают. Поделитесь этой радостью, чтобы она к вам еще не раз вернулась. Радостью веры, радостью надежды, радостью любви к Богу и к ближним. Ею христиане призваны делиться, вот тогда ее в мире будет больше, не скорбей, печали, утрат и потерь, а радости, радости настоящие, живой, бессмертной, вот и радости, которую принес в мир Христос. Дорогие, сегодня мы совершим молебен перед началом учебного года. Попросим у Бога вразумление, попросим у Бога помощи в познании истины. Чтобы этой истиной мы могли делиться, мы должны ее узнавать. И тем, которым себя Бог открыл, Он уже не имеет права оставаться таким, каким Он был. Нельзя так христианам жить, мы от силы в силу должны восходить. Вот эта лестница спасения должна каждый день перед нами быть, хоть чуть-чуть стану лучше, хоть немножечко исправлюсь, ругался не буду, обижался перестану, осуждал, себя осужу, в себе увижу грехи и себе скажу, Господи, даруй мне зреть и мои прегрешения. И не осуждать не буду никого. Вот опять не получилось. Завтра проснусь, Бог даст день, опять поработаю над этой страстью. Ну хотя бы не осуждать никого. А потом вот уже чувствую, что уже никого не осуждаю. А вот все-таки на кого-то еще обида осталась. Вот этот день посвящу уже завтра, завтрашний, наверное, сегодня не успел, не смог завтра, чтобы этого человека простить. И даже не вспомнить то плохое, что он мне сделал. Поэтому я хочу призвать всех нас, дорогие братья и сестры, хоть понемножечку перед собой ставить новые задачи, новые цели. Другим рассказать, потому что с людьми поговоришь. Люди не знают даже, где Христос родился. Откуда будет вера, откуда будет храмовое посещение, любовь к Богу, если мы его не знаем. Поэтому, родители, учите детей своих любви к Богу. Не просто словами, откройте им, разъясните Евангелие, что там рассказано об Иисусе, чтобы об Иисусе радовалось и сердечко наших детей. Ибо если мы не сможем этого сделать, то они будут радоваться только от гаджетов, от нового телефона, от новых сетей, друзей, лайков, новых горе-кумиров, которые уж так уведут их от радости источника силы и любви Христа, что потом мы не вытащим из этой бездны. Вот чтобы этого не получалось, чтобы мы с вами, дорогие, вели детей к Богу, надо научить их радоваться, радоваться о Христе воскрешен. И тогда никто этой радости от нас с вами не отнимет.